А, ра, шея длинная, точно параллельно полу два, параллельно полу три. В 13 лет мастер спорта по художественной гимнастике. В 21 год чемпионка мира в новом виде спорта – эстетической гимнастике. В три года Люба Пальчикова делала то, что дети умеют в 5-6 лет. Её родители – профессиональные танцоры Ольга и Владимир Пальчикова – подумали, что танцами здесь не ограничится, и привели дочку на художественную гимнастику в Дом офицеров имени Чкалова, в секцию Натальи Раскусовой. Я с детства видела, как родители работают с детьми. После своей карьеры они создали свой коллектив в Центре романтик. Я приходила туда для развлечения, посмотреть, как родители работают. Но и в то же время я что-то повторяла. В 11 лет Люба принимает спонтанные решения завершить занятия. Но смотреть на то, как дочь бесцельно проводит время, родители не смогли. И предложили пойти на курсы к тренеру Галине Степановой. Прозанимавшись до 9 класса, начинающая гимнастка снова берёт тайм-аут. Отец говорит, ну не хочешь попробовать в эстетику? Я как-то так подумала и решила, что, наверное, стоит попробовать. В этот же год спортсменку пригласили в Жуковскую команду по эстетической гимнастике «Виктория». Любови откровенно было нелегко. Тренировки сменялись подготовкой к школьным экзаменам. Победы же шли как по накатанной, но особую радость девушке они не приносили. Мы были на самом деле намного сильнее соперников. Мы выходили на мировые арены и понимали, что мы сейчас всех порвём. Я не буду стесняться говорить. То есть было ощущение, что ты самый лучший и какого-то счастья не было. По-настоящему счастливой Любовь Пальчикова почувствовала себя после выступления в составе знаменитой московской команды «Мадонна». Готовит чемпионок единственный в стране заслуженный тренер по эстетической гимнастике Саня Глызина, супруга певца Алексея Глызина. На протяжении пяти лет коллектив – абсолютный чемпион мира. Одна девочка ломает ногу, и мне предлагают, ну, если ты сейчас выучишь упражнение, через две недели первый этап Кубка мира. Любовь выучила упражнения. Команда заняла первое место. А в 2018-м Щёлковская гимнастка и «Мадонна» блестяще выступили на чемпионате мира в Будапеште. А на следующий год подтвердили чемпионство в Испании. В середине октября в Казани Пальчикова с командой снова выиграла чемпионат России. Выступление прошло без привычной поддержки зрителей. Если бы ты выступала одна, это твои ошибки. А тут ты уже отвечаешь за восемь человек, которые у тебя стоят в команде. И каждая работает на команду. Если одна ошибается, всё, ты подвела команду. Люба и её команда получили путёвку на чемпионат мира. Но в этот раз из-за пандемии выступить девушкам не получится. Спортсменка еле сдерживает сожаления. Усилия, с которыми выкладываются гимнастки, ничуть не меньше усилий их коллег по художественной гимнастике. По мнению Любови Пальчиковой, эстетическая гимнастика по зрительской активности могла бы стать олимпийским видом спорта. Мне кажется, что эстетическая гимнастика сейчас – это начальная точка художественной гимнастики. Эстетика, конечно, какое-то такое зрелище, которое имеет свой и сюжет, и красоту, и пластику. Секция эстетической гимнастики в Щёлковском фоке – единственная на весь городской округ. Здесь у Пальчиковой нет конкурентов. Молодой тренер готовит команды девушек «Риксес» и «Никос». В этом году «Любовь» набрала первую группу начальной подготовки. Развитие налицо. В период самоизоляции тренировки проходили по видеосвязи. Однако у детей появилось ещё больше желаний заниматься. Осенью команда «Никос» привезла в соревновании в Туле и в Жуковском серебряные медали. Михаил Налётов, Игорь Поляков, Щёлковское телевидение.